Сергей, команде сейчас предстоят спаренные игры в Харькове и Дебре. Первый соперник Харьковские Соколы. Команда не блещет, скажем так, с точки зрения турнирных результатов, но, как и любая, наверняка имеет свои игровые достоинства. На что вы сейчас ориентируете тренерский штаб своих подопечных? Какие, так сказать, козыри надо нейтрализовать будет у соперных? Ну, во-первых, основное то, что у нас очень мало времени на подготовку. По сути, у нас до следующей игры есть две тренировки, но это очень мало. По Харькову могу сказать, что команда, да, она, может быть, занимает последнее место турнирной таблицы, но они приобрели сейчас, они постоянно ищут, стараются найти что-то новое, новые какие-то взаимодействия. Очень много у них разных, разного рода нападения, и они приобрели нового игрока сейчас, который, я думаю, добавит им и мощи, и скорости, и, опять же, игрок, который забивает больше десяти очков, подбирает. Ну и плюс остальные игроки, я думаю, им просто нужно какое-то время, чтобы показать более лучшую игру. И в любом случае дома они будут пытаться, они бьются каждую игру, и они, ну, домашние игры, они понимают, что им нужно делать все, показать лучшую свою игру, чтобы поддержать победу. Поэтому, в принципе, легкой игры у нас по прошлому кругу, я помню, там и не было. Мы только в концовке смогли как-то склонить, да, чашу весов в свою сторону, поэтому легких игр мы не ждем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok